Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте в студии Кристина Рабина. Итоги напряженной и насыщенной недели продолжит эфир НТВ. Сегодня в выпуске. Первая игра в новом футбольном сезоне. Готов ли стадион принимать гостей? Международного аэропорта Анапа грандиозные планы. Прямо от станка горячие страницы. Поздравим полиграфистов. И сейчас обо всем подробнее. Завтра открываем футбольный сезон. Первый матч чемпионата Краснодарского края 2015 года. Наша команда проведется с «Партаком» из Геленджика. Соперников встречаем на своем поле. Накануне игры почетный председатель городского футбольного клуба Анапа Сергей Сергеев оценил готовность стадиона к приему гостей. Директор стадиона Александр Музычко рассказывает главе Анапы, что сделано в межсезонье. Главное поле. Привезли 500 килограммов семян, подсеяли и удобрили. Купили новые пушки для полива. Трава взошла, но небольшие проплешины все-таки остались. Причина, по словам директора стадиона, большая нагрузка на поле в прошлом сезоне. По ходу разговора Сергей Павлович делает замечание. Раздевалка вычем красить? Из весьмелый краска. Вот эту смесь сделаем и наносим раздевалку. Смотрите, чтобы было ровненько. Плаги завтра будет висеть, расцветка будет стоять. Трибуны тоже готовят к завтрашней игре. В раздевалках сделан ремонт. Сергеев одобрительно отмечает. Не на отлично, конечно, но уже больше похоже на спортивный объект. И добавляет, поле не должно простаивать. Кто еще здесь, кроме Анапы, кто еще играет? Никто. А, ну играет на Кубок губернатора. Эта команда тоже играет, да? Да. Ну будет играть. Они с мая месяца начнут. То есть максимум раз в неделю мы его пользуем? Нет. Для игры? Для игры, да. Раз в неделю. Пусть дети тренируются, ничего страшного. И все-таки законченный вид стадион пока не приобрел. Не хватает деталей в оформлении. Чтобы стадион приобрел вид стадиона, вот здесь сзади должны быть щиты. Игорь, давайте сделаем, поможем им изготовить. Щит и в эту сторону реклама. И поле вообще по-другому будет смотреться. Завтрашний матч обещает быть очень зрелищным и в чем-то даже принципиальным. Именно Спартак из Геленджика в прошлом сезоне остановил нашу команду в шаге от серебряных медалей чемпионата. Приходите поддержать Анапу. Начало матча в 17.00. Вход свободный. С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона особое значение приобретает профилактика и предупреждение лесных пожаров. Анапские спасатели провели тренировочные пожарно-тактические учения по ликвидации условного лесного пожара. Местом проведения учения был выбран лесной массив в хуторе Куматырь. По легенде, в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица возник пожар в лесном массиве рядом с водоемом. Рыбак заметил в лесу задымление и сообщил об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу. На пожар прибыли техника пожаротушения и личный состав Анапской службы спасения. Сейчас очень большие пожары и большие площади пожаров в Хакасии, в Байкальском крае. Но в целях недопущения данных пожаров, чтобы мы были готовы для предотвращения таких пожаров, у нас ежегодно по плану проводятся эти пожарно-тактические учения. Пожар охватил 200 квадратных метров леса. Вскоре аварийно-спасательному отряду удается взять ситуацию под контроль. Для тушения лесного пожара вблизи водоема использовали мотопомпы. Без комплектующего оборудования они весят всего 15-20 килограмм и легко переносятся одним человеком за плечами. Были задействованы переносные мотопомпы и вода забиралась с водоема и в перекачку подавалась к месту условного пожара. На практике спасатели отработали все предусмотренные элементы комплекса по организации работ в подобных ситуациях. После ликвидации условного пожара начальник аварийно-спасательного отряда провел с личным составом разбор учений. Выявленные недочеты позволят заблаговременно внести коррективы и принять необходимые меры. В прошлом году, 19 апреля, у полиграфистов России появился свой профессиональный праздник. В день, когда первопечатник Иван Федоров 450 лет тому назад начал печатать в Москве первую точно датированную русскую книгу «Апостол». Книгу, как и человека, встречают по обложке. Эта новая повесть свою обложку пока не обрела. Именно в этом переплетном цехе три замечательных женщины делают переплеты для анапской литературы. Переплеты делают вручную. Работа кропотливая и тонкая. 46 лет назад 17-летней девчонкой в анапскую типографию пришла Роза Теркина. Я пришла, мне показали все цеха. Ленотипные, наборные, печатные и переплетные. Мне больше всего понравился сразу переплетный цех. Я говорю, а можно я тут буду? А он мне хотел, директор старый еще у нас был, Павел Иванович, он говорит, а давай в наборные. Я говорю, нет, там буковки, я это не люблю. А вот тут, говорю, мне нравится. Ну, хорошо, оставайся. И осталось насовсем. Это единственная запись в трудовой книжке Розы Артуровны. На пенсию не собирается, говорит, будет работать, пока ноги на работу носят. Заслуженный работник полиграфии Кубани, ветеран труда, она обучила десяток специалистов. И своей работой вдохновила дочку Ирину, которая в детстве прибегала к маме на работу, а теперь и сама здесь работает вот уже 15 лет. Работа просто очень красивая. Во всех цехах она разложена, да, там где-то листочек, где-то там форма какая-то. А мы всего этого собираем в целую книжку, там адрес. Она уже готовая, она просто очень красивая и привлекательная. И с детства, наверное, бегал, видел, нравилось. Все вручную. Каждое изделие эксклюзивно. Труд тяжелый. Собрать по страницам, прошить, проклеить. Работа с прессом. Но это любимая работа. Думала, немножко и пойду дальше поступать на следующий год. А нет, понравилось, осталось. И вот работаю здесь уже больше 35 лет. Столько лет без желания не будешь работать на производстве. Тем более, все-таки наша работа творческая. За годы работы коллектив переплетного цеха стал не просто семьей, единым механизмом. Общий стаж на троих более 90 лет. От всех горожан мы поздравляем коллектив Анапской типографии с профессиональным праздником. Международный аэропорт Анапа отметил свой 41-й день рождения. Именинник готов сообщить городу и его гостям о том, что в курортный сезон 2016 года он войдет обновленным. В рамках 12-го международного инвестиционного форума в Сочи компания подписала соглашение с администрацией города о строительстве нового терминала. Увеличение пропускной способности аэропорта в два раза – это уникальные возможности для курорта. Коллектив аэропорта к ним готов. Мы практически не задумываемся над тем, что и как нам говорят в аэропорту на всем пути нашего прохода к самолету. Оказывается, система наших взаимоотношений с персоналом – предмет строгого ежедневного его тестирования. Добрый день, содержимая кармана. Покладывайте, пожалуйста, на слух, проходите через самолёт. Сейчас я специально испытываю на себе технологию клиента-ориентированности персонала, обозначаемую незнакомым словом «блюпритинг». Отмечаю про себя, что инспектор службы авиационной безопасности Яна Криворукова и агент службы организации перевозок Марина Татаринова – не просто милые девушки. Они выполняют свою работу чётко и грамотно. Случайных людей здесь нет и быть не может. В аэропорту работает только авиационный персонал. Все категории относятся к авиационному персоналу, который должен иметь необходимую подготовку, сертификаты и определённые навыки работы. Владимир Николаевич Кремниев – из тех, кто пришёл в аэропорт в числе первых, когда он находился ещё там, где сейчас скорая помощь. На его глазах проходили все преобразования. И вот впервые в 2014 году аэропорт Анапы достиг такого показателя. Он принял и отправил 1 миллион пассажиров, 20 авиакомпаниями по 40 направлениям. Поэтому строительство нового аэровокзала – это уже не просто долгожданный красивый проект, это необходимость. Новый аэровокзал будет одноэтажного типа. Площадь его будет составлять более 10 тысяч квадратных метров. Это нам позволит поместить в данном здании все наши технологические зоны и повысить значительно качество обслуживания пассажиров. Кроме того, в новом аэровокзале будет и современный дьюти-фри, новые рестораны, кафе, магазины. И уже сегодня заместитель директора по коммерции Наталья Печорская говорит, что любой желающий предложить свои современные услуги может прийти и выразить свое желание всех удивить и порадовать. Уже сейчас мы начинаем подготовку к проведению тендеров для замещения этих вакантных площадей в новом вокзале. То есть уже можно сейчас прийти и сказать «Я хочу»? «Я хочу вот это место, и человек имеет право, в общем-то, участвовать. И это будет очень интересно, потому что это будет очень современно». «К следующему сезону мы планируем уже работать в новом аэровокзале». Будем на это надеяться. Строительство с инвестициями 800 миллионов рублей должно начаться после положительного заключения главгосэкспертизы о соответствии проекта установленным требованиям. Ушла из жизни неоправданно рано, едва отметив в начале года свое 60-летие, активистка ТОС, общественница, хорошая хозяйка, добрый и отзывчивый человек Людмила Петровна Лазебник. В микрорайоне Алексеевском она была в ответе за все. Благодаря неуемной энергии Людмилы Петровны Алексеевка постоянно благоустраивалась. Она всегда легко организовывала и праздники для жителей своего микрорайона, и субботники, детские площадки, асфальт на дорогах, цветы у дворов. Все потому, что она умела договариваться, изыскивать возможности, искать соратников по работе. У Людмилы Петровны всегда все получалось. Она умела мечтать и стремилась осуществить задуманное. Светлая память прекрасному человеку, матери, общественнице. А сейчас расскажем о событиях, которые запомнились иноопчанами, гостям курорта за прошедшую неделю. Благоустройство. Важнее темы для курортного города нет. Но пока работа заместителей главы и руководителей городских служб у Сергея Сергеева вызывают больше претензий, нежели одобрения. Проявлять инициативу и внедрять положительный опыт коллег из соседних муниципалитетов. К этому призвал глава Анапы на общегородском планерном совещании. Правила благоустройства будут ужесточены, причем для всех участников процесса. Для тех, кто ведет работы и тех, кто их принимает. В первую очередь это касается разрытий. Восстановление дорожного полотна на ширину как минимум одной полосы движения. Автобусы и маршрутки одним своим внешним видом дискредитируют статус курортного города. На жесточайший контроль поставил глава Анапы этот вопрос. Ежедневно отдел по транспортной связи ведет мониторинг работы общественного транспорта. Выявленные нарушения послужат основанием для расторжения договоров. Не хочет предприниматель работать по законам курортного города, значит не будет. Анапчане высказывают немало претензий к работе общественного транспорта. Главное антисанитарное состояние и несоблюдение графика. Глава Анапы потребовал исправить положение дел в сфере пассажирских перевозок. По информации отдела по транспортной связи с предпринимателями проведено совещание. До 25 апреля они обязуются привезти все автобусы в надлежащий внешний вид, очистить от рекламы, помыть и привезти в порядок салоны. Народному анапскому казачьему хору под руководством заслуженного работника культуры России Анатолия Трашевича 30 лет. Юбилейный концерт собрал в городском театре Анапы полный зал многочисленных поклонников. Глядя на слаженность этого коллектива, сложно представить, сколько за эти годы было репетиций. Ежедневного, кропотливого труда. Поздравить юбиляров пришли друзья и поклонники. Море цветов, добрых слов и подарков. От главы Анапы Сергея Сергеева самый важный подарок – баян. В трудовой книжке Валентины Александровны Парашиной всего одно предприятие, одна запись. Принято на работу в 1940 году и выход на пенсию ровно через 40 лет. Замечательной женщиной, труженицей тыла мы сейчас с вами познакомимся. Валентине Александровне Парашиной в этом году исполнилось 90 лет. Юбилейная медаль к 70-летию Победы – подарок, которому она несказанно рада. Мы вас поздравляем с Днем Победы и желаем долгих-долгих лет. Будьте же здоровы, наши деды, и живите больше сотни лет. В 1940 году Валентине было 15 лет, и после курсов счетоводов ее направили на работу на торговую базу под Ферганой. Ей повезло с наставниками. Коллектив стал для нее родным на целых 40 лет. Коллектив чудесный был. Просто люди… Это я даже не могу вам передать, какие все люди были хорошие. О безопречной работе говорят знаки «Отличник советской потребкооперации и советской торговли» – медаль за доблестный труд во время войны. О том, сколько и как работала мама, помнят дети. Работала и днем, и ночью. Валентина Александровна сама много и честно трудилась, но сделала все возможное, чтобы достойно воспитать детей. Дочь – врач, сын – кандидат наук. А вот сейчас в мае брат приедет обязательно, он приезжает в мае и в сентябре обязательно. Семья соберется на 9 мая в полном составе, чтобы встретить дорогой сердцу праздник – День Победы. 65 лет совместной жизни сегодня отмечает свой юбилей семья Шевцовых. Поздравить их с такой даты еще и в преддверии 70-летия Победы пришли не только друзья и родные, но и администрация Супсевского округа. Василия Шевцова призвали в 44-м, и он сразу попал на фронт. Во время войны служил в разведке. После службы его направили в Прибалтику для уничтожения оставшихся банд. Там и встретил свою любовь. Приехали в 50-м году сюда, в Варваровку, ко мне ее привез. И здесь мы, значит, в Варваровке жились, и уже 16 апреля, уже здесь, как говорится, расписались. В их доме всегда весело и шумно. К ним и сейчас частенько заглядывают гости. Василий Васильевич играл на аккордеоне, пели песни. Шевцовы вырастили двоих детей, пять внуков, уже подрастают правнуки. Дедушка с бабушкой вообще молодцы у нас. Пример, конечно, всем молодым. Нас воспитывали строго, когда мы приезжали. Особенно бабушка. Дедушки, конечно, нет, бабушка строго воспитывала. В этот день для пары испекли самый настоящий свадебный торт. Подарили букет невесте. На вопрос, в чем секрет их долгой совместной жизни, отвечают терпение и понимание. Правила поведения на дороге через игру. В преддверии школьных каникул инспекторы ГИБДД Анапы стараются подготовить детей к интенсивному движению в летнее время на дорогах курорта. Зал Центра детского творчества превратился в импровизированную проезжую часть. А путешествовать по ней отправились шесть команд анапских школ. Значение дорожных знаков, разметки, как правильно переходить улицу, нужно ли пристегиваться на заднем сидении автомобиля – все это школьники знают. Конкурс был очень интересный, вопросы сложные, но это и правильно, чтобы мы были внимательны на дорогах. Эти конкурсы очень важны, чтобы дети развивали свой круглозор в области дорожного движения, чтобы меньше аварий, травм было. Конкурсная игровая программа по правилам дорожного движения – это только одно из регулярных профилактических мероприятий. Только в течение этого года проведено более 50 совместных мероприятий. Это реакции «Внимание, дети», «Ребенок – главный пассажир» и так далее. Постоянно проверяем, смотрим совместные ГИБД, образовательные учреждения. Дети-пешеходы – это еще не самая большая опасность, утверждают инспекторы. В приближающийся летний сезон таит в себе опасности большие. Мотоциклы и мопеды – участники самых тяжелых дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание к родителям, которые покупают несовершеннолетним детям мото-велотехнику. Очень бы хотелось обратить ваше внимание на то, что мимолетное желание вашего ребенка может закончиться трагически не только для него, но и для окружающих. Прежде чем купить ребенку дорогую игрушку, подумайте, стоит ли она его жизни. Знаем, помним, гордимся. В Анапе школьники участвуют в муниципальном конкурсе, посвященном Великой Отечественной войне. 12 команд продемонстрируют свои знания о вопросах героического прошлого нашей страны. Помнить подвиг своего народа, иметь представление о событиях военных лет должен каждый, говорят ребята. Свои знания о Великой Отечественной войне они демонстрируют на викторине. Ученики кадетской школы имени Старшинова с легкостью отвечают на все вопросы. С гордостью признаются, о героическом прошлом нашей страны знают практически все. Готовиться было не очень сложно, потому что у нас очень хороший учитель по истории. Он хорошо нас подготовил. Долго, конечно, остались после уроков допоздна. Но, в принципе, оказалось все не так уж и сложно, как думали. Годовщина, 70-летие Великой Победы. Я думаю, это нужно, чтобы мы знали, помнили своих дедушек, бабушек, людей, которые дали нам мирное небо над головой. Викторина проходит в три тура. Нужно угадать знаменитые памятники, ответить на каверзные вопросы, отгадать мелодию песни военных лет. Изучение истории, мне кажется, полезнее запоминается и лучше в таком соревновательном моменте. Но это просто полезно, это важно. Это история нашего народа. Кубки, грамоты и призы получили участники конкурса. Организаторы утверждают, что важные вехи истории лучше запоминаются именно в такой форме. Чему научились за год и на что способны показали казачата. Муниципальный этап краевых соревнований среди казачьих классов прошел в средней школе номер 15 в станице Гостогаевской. Разбуди любого из этих ребят ночью, они наизусть поют гимн России и Кубани. Они любят свою родину, интересуются историей страны и края. В рамках муниципального этапа краевого конкурса соревновались пять команд. Визитная карточка – отражение жизни класса за прошедший год. Жюри оценивает не только творческую часть, но и дисциплину, внешний вид. Вы видите, насколько патриотизм уже сидит, особенно в восьмых классах, уже это зернышко проросло. И я думаю, что к 11 классу у них уже будет и осанка, и строевой шаг, и строевая подготовка. Следующий этап – смотр строевой песни. Разбивают верховой, есть ребята не впервой, нам боится коней казацких, мы с судьбой любви. Казак должен быть сильным и выносливым. Ребята продемонстрировали свои умения на перекладине, метали учебные гранаты, разбирали и собирали на скорость автоматы. Строгая, но справедливая жюри присудила первое место восьмиклассникам 15-й средней школы станицы Гостогаевской. На втором – команда казачат средней школы номер 31. Тройку лидеров замыкают казачата из Юровки. Мы подходили к этому очень долгое время, тренировались усердно, упорно, ну и получилось у нас. Для победы главное – команда. Будет команда – будет победа. Победители представят Анапу в Краснодаре. Молодость, красота, обаяние и грация. Конкурс «Мисс Студенчество» выбирает лучшую студентку в Анапе. Подробности в сюжете. За победу в конкурсе соревновались восемь красавиц. Девушки презентовали себя. Домашнее задание в виде визитка, творческие номера. Одни завоевывали внимание жюри и гостей песнями, другие – танцами. Надежда Лебедева первый раз участвует в подобном конкурсе. Ты что-то делаешь, что-то не получается. Куда-то торопишься постоянно. И вот так, вот так, вот так все весь месяц подготовки. Но сейчас волнение, естественно, превосходит просто все рамки. Но мы настроены хорошо и будем надеяться на лучшее. Пусть победит сильнейший. Я живу вот этим всем. Да, конечно, сцены, песни – это все вот мое. Студентка Сочинского университета Мария Багдасарова недавно стала мисс университета. Теперь решила попробовать свои силы в городском конкурсе. Я люблю общаться с людьми. И у нас очень, знаете, побывать на конкурсах красоты там такая вот неочная обстановка. У нас очень дружелюбные, все девочки добрые, все друг другу помогают. Стиль, грация, творчество – эти три качества главные для жюри. Сюда можно было бы добавить и острый ум. Но в зачетке студентам в этот раз никто не смотрел. На сегодня это все новости. Наталья Змозгова расскажет, какая погода ожидает нас завтра. Здравствуйте! В субботу малооблачно, солнечно. Правда, и без небольшого дождя не обойдется. Синоптики обещают осадки с утра и ближе к вечеру, но днем нас будет радовать солнце. За долгую зиму мы так соскучились по нему. В Анапе оно самое яркое и самое ласковое. Но это весной самое долгожданное. Днем тепло до плюс 13 градусов. Правда, давление снова будет снижаться. Будьте внимательны к своему здоровью. Генеральный партнер новостей – офтальмологическая клиника «Тризе». Эти другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике «Тризе» для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения – 50%. Подробности по телефону в Анапе – 30-31-0. Улица Крымская, 242. Автормологический центр «Тризе». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»